Мусульманин, басурманин ты. У тебя другая книга-то есть. Тебе что позволяет это прятаться? Что ты городишь? Мусульмане это люди самостоятельные. Это герои веры своей. Я мусульманин, бабники вы позорные. Голые лежат здесь. Дети ваши матерятся. Да разве ты мусульманин? Это так, насмешка одна. Настоящий мусульманин это человек уважающий. С ним можно поговорить о Боге. Я вот знаю Коран, как Библию знаю. Я им говорю, что написано, сура пятая, 47-й, 66-й аят. У нас глубокие беседы. Мы в доме мулы ночевали в миссионерской поездке. Я мусульманин. А на рулетке-то пришли еще тут. Блуд один. Мы пришли, Слово Божие принесли. А вы прячетесь. Срам один. Джигит тоже мне. Вылазь поговорим. Махмуд. Ну, чё ты, Мухаммад, забился-то? Выходи, добрый наш разговор будет. О Боге, о вечности, как душу спасти. А эту вонь женскую-то выветри из комнаты. Ну, чё? Ну, так вот и-ка видать. И нормально как будто. Нет, брат, от Бога не скроешься. У Бога все известно. Вылазь, поговорим. Всё, пока. Чё? Ну, ладно, вижу, что боишься. Зря это. Хороший человек, а прячешься. Чё ты себя унижаешь? Подкаблучник. Бороды нету. А бороды нет и не мужчина. Так, скоблец какой-то. В доме две мамы. Вылазь, говорю, по-хорошему, пока я тебя не вытащил оттуда. А нет, мама умерла. Сейчас ругаться начнёшь по-русски, да? По-русски чуть-чуть, не знаю. Ну да, Бог сотворил человека. Изображение Христа православное. Вы видите, в храме Христос с бородой. Пророки, апостолы. А вы на кого похожи-то? На порченное лицо? Он же не дал того понятия, что человек... Ну теперь вы знаете уже, я вам говорю. Именно с усами. А они бусурмане, которые не верят по Евангелию. А без Евангелия человек не знает пути спасения. Мы не реальнике говорим о Христе. Он заместитель нашей жертвы стал. Он умер на кресте. И кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Ну не в усах же зависит это всё. Вот мы строим православную деревню. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Тогда мы разговариваем первый раз. У нас ни одного аборта, ни одного развода нет. А в стране за перестройку было 120 миллионов абортов. Страна погибла в женском щереве и в вагине. Это ж в единицах только. На сегодняшний день статистика говорит разводов 86,5% в первые три года. Семьи-то нету. Есть одно блудодейство, как на этой рулетке. Половина мужиков тут голая. И процентов 90 мусульмане. Самое развратное, самое гнусное. Всё собралось сюда. В данном моменте вы сейчас пропагандируете это всё. Мы свидетельствуем. Как известно, реликвия, но реликвия – это опиум для народа. В первую очередь. Так? Без Бога не до порога. Поговорка-то какая? Есть такое. И выезжает когда. У меня раньше один комсомолец говорил. Когда, говорит, наша подводная лодка отходит, стоит, говорит, на берегу. Наш главный, говорит, начальник, адмирал. И говорит, ну, ребята, с Богом. А почему с Богом, когда, говорит, Бога нету? Я говорю, значит, есть. Утром было, сейчас есть. Мы вот утром молились, а куда же он делся бы, Бог? У вас дома-то Библия есть? Как? У вас дома вот эта книга есть? Вот эта книга? Ну, немного поменьше, конечно, да. В Новом Завете. Ну, Новый Завет-то вы считаете его? Ну, конечно. А сколько книг в Новом Завете можете сказать? Я одну книгу только прочитал. Ну, четыре Евангелия, Деяния, пять книг, четырнадцать посланий апостолов. Как главами делятся, так и на книге. Главный стих Нового Завета какой, знаете? Боюсь ошибиться, наполните. Евангелие от Иоанна, третья глава, шестнадцатый стих. Он звучит так. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Свою судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Всякий, делающий добро, идет к свету. Делающий зло и ненавидит свет и не идет к свету. Прошу простить меня, коллега. Пожалуйста, скажите, какую вы роль играете в этом? Что? В существовании наших, ну, в нашей христианской религии. Но? Скажите, какую вы роль играете в этом? Так, минутку. Володенька, оторвися на минутку. Что-то не разберусь, что он глаголит. Какую вы роль играете в христианской жизни? В христианской жизни, как проповедник. Ну, я проповедую, живу по-христиански, люди обращаются к Богу, сектанты делаются православными, мусульмане к нам приезжают, крестятся. У меня вышло 38 книг из печати. Я долго вел занятия в пяти университетах. И все это отображено в книгах. Эти книги подарили мы в 650 библиотек мира. Начиная с Барнаула, где я живу, до Владивостока, дошли, до Лиссабона. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Северу и Турцию. Это все во имя Христа. Я, по милости Божией, являюсь начальником детского лагеря. Я являлся 48 лет фактически. Бесплатно. Нигде не получаю ни рубля. Вот мое... Тысячи детей подняли. Это вклад. Новое поколение. Наши дети идут в армию. В дедовщину ни один не попадает. Разводов нет и абортов нет. Что мы делаем? Дальше. Сотрудничаю с местной тюрьмой, потому что я за слово Божие сидел в пяти тюрьмах. Я знаю, с чем они думают. А тут 3700 человек, совершивших преступления. И мы помогаем им стать людьми. Распространяем Евангелие. Ходатайствуем о них. Даже на Пасху яйца крашеные принесли. Вот что мы делаем. Бесплатно я в пяти университетах вел занятия. 10 школ, 13 школ. Во всех отделах милиции городской, в воинских частях, на заводах и пабриках, или радиопрограммы. Это все бесплатно делал. Мой вклад. Вы зайдите на наш Ютуб, вы увидите все во свете Библии. Это не просто Ютуб канал. Он один такой. 18 650 роликов у меня. Своих. Секундочку. Вот найдите, зарядите. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ютуб канал. У вас и Ютуб канал есть? Да, попробуйте. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Такого канала нет во всем интернете. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ну, вы в первую очередь привозглашаете на путь свой, или вы пропагандируете? Как вы считаете? Открылась у вас? Да? Да. Общий просмотр у нас 44 миллиона. Вот если у вас будет желание встретиться, побеседовать, в скайпе, Игнатий Лапкин, зарядите, я один с этой фамилией, и вы меня найдете. Хорошо. Вопросы, может, какие есть? О вечности, о душе, о будущем, что ожидает страну, что ожидает этот мир, как дальше события мирового порядка будут располагаться. А там как Бог скажет. Я что-то так у вас глухо оттуда слышу, я не очень-то слышу, но если вопросов нет, до свидания. Вас как звать-то? Андрей. Я не понял. Андрей. Андрей означает храбрый, в переводе с еврейского, это еврейское имя. Храбрый. Вот будь храбрым против всякого нечестия, против табака, против разбрата. Не бойся никого. Оправдай свое имя. Я Игнатий означает неведомый, по-латински огненный. Дай Бог вам здоровья, Игнатий. Спаси Христос, Андрей. Да благослови тебя Господь. По скайпу найдешь Игнатий Лапкин. Там я скину у нас сайт огромный. Сайт. Не ютуб, а сайт. Там мои книги все. Там о нас фильмы государственные снятые, занявшие первое место на международном киноконкурсе. Вам будет это очень интересно и полезно. С Богом. С Богом. Я тебя в ютубе вижу. Правильно. А как канал называется, знаешь? Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Сейчас помню. Так. У нас очень большой ютуб. Кроме того, есть еще сайт. Тоже называется Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Там 50 книг аудио моим голосом насчитано. Вы там показывали, как там пруд чистили, да? Да. У нас ютуб. Вспомнил. Ютуб самый большой, наверное, во всей мировой сети. У меня 18 650 роликов. Нормально. Нормально. На опытное состояние. Это никакое нормальное не потянет. И 44 миллиона просмотров. Нормально. У нас все божественное. У нас не игровое. И как деревню строим, и как мы проповедуем, как живем. Вот если вы подумали, будет желание встретиться в скайпе. Скайп такая здесь система есть. В скайпе. Игнатий Лапкин только поставьте, и сразу на меня выйдете. Я один с этой фамилией. Понятно. А вот что в чат-рулетке делать? Как? В чат-рулетке что делать? Что-то я не могу. Володя, подойди, выручай. Он говорит, что вы делаете в чат-рулетке? В чат-рулетке что делать? Так я с вами-то встретился. Что я говорю? О Боге, о вечности. Люди задыхаются в грехах. Блудят. И мы им говорим, что за это грядет суд Божий. Мы пришли с великой радостной вестью. О том, что Господь Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Ну. А что? А вы, наверное, думаете, что у вас только одна книга такая, да? Нет. Ну, давай, дед, рассказывай. У вас считать-то умеете это? Нет, конечно. А вы когда-нибудь считали эту книгу, я показываю? Нет. Пятая сура, 47-й, 66-й аят. О чем говорят? Они называют нас люди Писания. И вот я вам показываю Писание. И говорит, нам Господь дал и не жил. Ты не только показал, где ты мне за ее обоснованно. Вы только смотрите, не ругайтесь, чтобы вам не было стыдно завтра. Я показываю еще раз. Смотрите. Нет, ну я и не... У вас говорится там об уважении старших. А сегодня я гляжу, у вас не очень-то сильно это блещет. Маленькие дети здесь матерятся. Лет 10 и кричат Аллах Акбар и матерятся. Я говорю, сроду этого не было раньше. Мы не материмся. Ну это хорошо. Рассказывай что-нибудь. Ой, Маша, бери, блядь. Что-то все застряло. Ну ладно на этом. Можете зайти в скайп. В скайп называется Игнатий Лапкин. Два слова. И вы сразу на меня выйдете. По скайпу. Я свои ресурсы дам. Канал, форум, сайт, мейл.ру. Игнатий Лапкин? Игнатий Лапкин. Я один на весь скайп. Скайп. Добро. Я понял. У меня канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Каналу этим и равных нет в интернете. Игнатий Лапкин «Во свете Библии». Восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят роликов наших. Ох ты. Вот это налепили вы. Так мы все делаем, снимаем. И просвещаемость сорок четыре миллиона. Молодцы. Ну в новом году только всего самого хорошего вам. И вам на еще лучших благ. Примирение со Христом всем желаю. Жить в Боге и спасти душу. Чтобы после смерти не в аду мучиться с сатаной, а со Христом в Старстве Небесном. Будем стараться. Давай. Давай. Ищи пока близко. С Богом.